Во обсерватории Рязанского государственного университета сегодня живо. Ажиотаж связан с желанием понаблюдать частичное солнечное затмение под комментарии ученых. Уникальность события в том, что оно происходит не каждый день, а если брать всю Землю, то до семи раз в год в разных областях Земли. Луна закрывает Солнце в своем движении по орбите, и на Земле образуется такая полоска тени, которая движется. Те, кто внутри этой тени, наблюдают полное солнечное затмение, кто не внутричастичное, как вот мы сейчас. Чтобы большее количество человек увидело картину прикрытого диска Солнца, в РГУ оборудовали пару специальных приборов, проецирующих происходящее на небе на экран. Мы сейчас с помощью Теодолита пытаемся получить проекционное изображение Солнца на экране, чтобы можно было посмотреть большим количеством людей, потому что, ну, к сожалению, тучки нам этого не позволяют. На минутку показалось, да? Да, ну, сейчас переменная облачность. В общем и целом, сейчас, конечно, можно даже невооруженным глазом будет видеть серп, когда будет заходить хорошо в тучку. В Рязани пик затмения состоялся в 13-45 луна, закрыло Солнце на 64%. К слову, это можно было видеть невооруженным глазом. Небольшая облачность даже способствовала этому. А с помощью специальных зеркал с большим увеличением можно было рассмотреть даже пятна на Солнце, одно из которых, впрочем, быстро скрыла Луна. Здесь получается увеличение больше ста. И за счет этого часть изображения на экране, а часть за экраном. То есть мы детали можем рассмотреть. Понимаете, в чем дело? А вот астрологи, в отличие от астрономов, затмением придают гораздо больше значения. Затмения всегда показывают области, в которых стоит ждать перемен. Изменения точно будут сопряжены с трудностями, но преодолеть их необходимо. Частичное солнечное затмение, которое будет видно на территории нашей страны. И в силу этого это затмение для нас имеет очень большое, на нашу страну будет иметь большое влияние. Оно как бы последнее в серии затмений по оси Скорпион-Телец. Нельзя сказать, что оно такое прям имеет какую-то разрушительную силу, какой-то мощный статус. Сейчас опять закладывается цикл на несколько лет, потому что солнечные затмения имеют действие от года до трех лет. И это затмение может иметь большую продолжительность, потому что вообще цикл затмений до 18 лет. Это время позволяет нам расчистить психологические завалы, которые мешают реагировать на вызовы жизни адекватно и эффективно. Знак Скорпиона, в котором произойдет затмение Солнца, символизирует исследование потаенных обстоятельств, темных сторон жизни, ее изнанки, экстремальных ситуаций и узловых проблем. А так как можно спокойнее прожить, выкинуть все ненужное из жизни, в том числе и те связи, и люди, которые нас не пускают вперед, потому что Солнце будет в тесном аспекте с Венерой, то есть межличностные отношения, партнерские отношения, они будут очень серьезны. Как раз в момент вот этого коридора затмений, нельзя сказать, что под ударом, но, скажем так, они высвечиваются. И все несовершенство этих отношений мы внезапно увидим. Поэтому вот на эти вещи стоит обратить как можно больше внимания. Но всегда стоит помнить, что увидев несовершенство, как бы рубить-то не обязательно, а можно опять же понять, что чуть-чуть работы над собой, и все несовершенство. Может стать гораздо более привлекательным и интересным. Тем не менее, на этой поворотной точке все самые запутанные противоречия, самые темные, тяжелые содержания коллективных и персональных внутренних хранилищ, самые искаженные мотивы и стремления вскрываются и проявляются с максимальной силой и энергией прежде, чем будут повержены, расчищены, разрушены и трансформированы. Но преодоление этого периода всегда шаг вперед. Самое время изучить что-то новое, загрузить мозг знаниями, позаботиться о собственных душе и теле.